Ребята, всех приветствую на моём канале! Сегодня я вам покажу самый-самый дешёвый смартфон из Китая, который вы только можете купить. Стоит он примерно 1200-1300. Давайте сейчас посмотрим. Я уже вскрыл упаковочку, но ещё вот эту коробку не открывал. Поставляется он вот такой вот картонной коробке, достаточно такой большой. Здесь всё на китайском. Не написано почему-то характеристик, но я знаю почему. Наверное, они не хотели нас распугать этими характеристиками, потому что характеристики, как вы понимаете, здесь очень и очень такие слабые и древние. Ну и давайте открывать упаковку. Мне уже очень интересно посмотреть, что же там внутри. А внутри у нас вот такой кусочек пенопласта и сам телефон. Вот так вот он выглядит. Очень маленький дисплейчик, причём большие рамки достаточно. Смотрите, какая большая рамка снизу. Сверху тоже очень большая рамка. Боковые рамки ужасно большие. Так, здесь ещё, как я понимаю, одна плёнка наклеена с завода. И наклеена она плохо, потому что сюда попала пылинка. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас даже нету камеры. Здесь есть две вот такие кнопки. Ещё есть вот такая вот какая-то декоративная вставка тоже. Пока я не знаю, что она значит. Возможно, она светится. И сам бренд называется Suntin. Куча каких-то непонятных кнопок. Например, вот эти кнопки. Я не знаю, что они значат. Здесь есть кнопки переключения громкости, есть кнопка включения. Снизу у нас микрофон. Здесь разъём под наушники, зарядка. И два вот таких выреза тоже. Я не знаю, для чего они нужны. И давайте посмотрим, что идёт в комплекте с этим телефоном. Убираю вот эту ванночку для телефона. И здесь у нас зарядное устройство. Белое, насколько ампер интересно. А оно на 1 ампер. Довольно-таки слабенькая зарядка. Кабель USB, microUSB. И переходник на наши розетки. Причём переходник белый. Обычно продавцы кладут чёрный переходник. То есть всё самое необходимое здесь имеется. Итак, убираю коробку и приступаю к самому телефону. И давайте я сразу уберу эту защитную плёнку, потому что она здесь реально мешается. Раз! И её уже нету. Ну и что ж, смотрим. Смотрим, что это за телефон такой. Сейчас он на английском языке. При этом батарея уже полностью заряжена. И давайте посмотрим, есть ли здесь наш русский язык. Захожу в настройки. Language. Причём, смотрите, так-то он не сильно лагает. Я думал, что будет вообще ужасно лагать и тормозить. Но нет, вроде открывает. Это даже есть русский язык. Причём, смотрите, как интересно. Эти кнопки, они даже имеют подсветку. Итак, русский язык есть. Также здесь есть, естественно, Wi-Fi, Bluetooth. Всё как у нормального обычного смартфона. Давайте посмотрим, какая версия Android. Скорее всего, здесь Android 4, да? 4.4.2. Пользоваться ещё можно, потому что ещё много людей пользуются четвёртым Android. То есть здесь не всё так плохо, как я ожидал. Ну и давайте посмотрим, например, звук. Максимальная громкость. Динамик здесь. Вот он. Ну что я вам хочу сказать. Динамик достаточно неплохой. Я тоже отжидал худшего. Думал, что динамик будет совсем писклявый и очень тихий. Но на самом деле он нормальный по громкости, нормальный по качеству. К сожалению, здесь камера только фронтальная. Задней камеры здесь нету. Поэтому протестировать я смогу только фронтальную камеру. Фронтальная камера здесь всего 0,3 Мп. Но для видеосвязи, я думаю, пойдёт. Вообще, этот телефон больше подойдёт, наверное, бабушкам, дедушкам. Потому что здесь есть сразу кнопка SOS. Этот телефон недорогой. Его может позволить себе любой пенсионер. И, естественно, пенсионерам не нужны какие-то мощные суперпроцессоры, какие-то крутые экраны. Нет. Вот такого вот смартфона будет достаточно, чтобы поговорить с родственниками по скайпу. Чтобы посмотреть какие-то фотографии, которые они присылают. Может быть, залезть в интернет, посмотреть какие-нибудь лекарства там или рецепты. Или просто почитать какие-нибудь анекдоты. Так, и давайте попробую сейчас этот телефон я разобрать. Потому что крышка здесь снимается. Телефон, естественно, не металлический. Это пластиковый телефон. Вот такой вот съёмный аккумулятор 1350 мА. И сюда можно установить две сим-карты и одну флешку. То тоже очень удобно. А теперь давайте проверим режим максимальной и минимальной яркости. Вот максимальная яркость, вот минимальная. То есть диапазон не слишком большой. И, к сожалению, здесь нет режима автояркости. То есть телефон автоматически не сможет яркость подстраивать. Ещё хотелось бы сказать, что телефон этот называется Santin. И модель Santin Q727. И у телефона 4 гигабайта внутренней памяти. И из них вам свободен всего гигабайт. Что ещё хорошо у этого телефона, то что у него сразу есть Play Market из коробки. То есть вам не придётся его перепрошивать. Просто зашли, переключили язык на русский. Заходите в Play Market, свою учётную запись. И качаете все нужные вам приложения. Ну а прежде чем запустить Antutu, давайте посмотрим, какое здесь железо установлено. Здесь установлен процессор Mediatek MT6572. Это двухъядерный процессор. Частота у него 1 ГГц, 28 нанометров. Сейчас уже это кажется смешным, потому что уже есть восьмиядерные и десятиядерные процессоры. Здесь всего двухъядерные. И причём частота не сильно большая. Всего 1 ГГц. Видеоускоритель здесь Mali-T400. И разрешение экрана всего 480 на 320 точек. А объём оперативной памяти 512 МБ. И по характеристикам этот телефон, наверное, соответствует смартфонам какого-то 2012 года. Но никак не современным. Вы понимаете, что сейчас уже, конечно, такие телефоны не выпускаются. Скорее всего, этот телефон сделали из каких-то складских запасов. Но при этом он работает. Как вы видите, всё листается, всё нормально. Никаких серьёзных лагов у меня пока замечено не было. Но да, он не супер быстро открывает какие-то приложения. Но всё-таки открывает. То есть работать можно. И давайте сейчас всё-таки я пройду тест Antutu. И пока у меня скачивается и устанавливается Antutu, давайте я вам объясню значение кнопок. Кнопка SOS. Нажимаю на неё. ...службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощью нажмите 3. Видите, он открывает сразу экстренную службу. То есть он автоматически звонит. То есть, в принципе, достаточно нажать на эту кнопку. И там уже он вас перекинет либо на полицию, либо на медиков. В общем, это реально очень удобно для людей, ну, которые уже... Ну, старых людей, можно сказать так. Эта кнопка, нажимая на неё, смотрим, что произойдёт. Открывается у нас фронтальная камера. Дальше у меня был ещё вопрос, что вот это за кнопки. Это я знаю, это регулировка громкости, это кнопка включения. А вот эти две кнопки были для меня загадкой. Ну, пробуем нажать нижнюю кнопку. И у нас открывается список вызовов. И теперь нажимаю верхнюю кнопку. И здесь тоже нажимается список вызовов. Итак, ну вот, тест Antutu завершён. И телефон набирает 10 тысяч баллов. Конечно, сейчас это очень-очень мало. Для примера я вам покажу, сколько сейчас набирают, ну, такие средненькие телефоны современные. Примерно 40 тысяч баллов. Но есть даже телефоны сейчас. Самые крутые, самые топовые, самые дорогие. Которые набирают даже больше 100 тысяч. То есть этот телефон, он почти в 13 раз мощнее, чем вот этот телефон. Ну и стоит он во много раз дороже. Ну, а теперь давайте посмотрим, справится ли этот телефон с интернетом. Я скачал Google Chrome. Самый, наверное, популярный сейчас браузер. И попробую зайти сперва на сайт Apple. И... Да, достаточно так медлительно. Но всё-таки он сайт открывает. Здесь можно пролистать картинки ихние. И всё работает. Давайте сейчас ещё открою какой-нибудь сайт. Ну, например, Mile. Mile.ru Тоже, конечно, не супербыстро, но всё работает, всё открывается. И, естественно, на этом телефоне можно будет поиграть в какие-то нетребовательные игрушки. Например, Angry Birds. Катзе Роу. Сабвэй Сёрферс. Ну, естественно, такие приложения, как WhatsApp, Viber, Twitter, VK, Skype. Телефон тоже эти приложения потянет без особых проблем. Ну, вот как-то так, ребят, получилось. Это был первый взгляд на телефон Santin Q727. Реально прикольный телефончик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылку, где купить этот телефон, я оставлю в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.